The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Спасибо большое. Хорошо ли вы меня слышите. И видим ли вам экран. Отлично. Очень рад, что все слышно и видно. Ну, как я уже говорил, сейчас еще минуточку, и мы уже будем готовы начинать. Мне просто нужно запустить в сети несколько компьютеров, чтобы они помогли мне быстренько отрендерить картинку. И нам не пришлось бы долго ждать, пока этот процесс провернется. Заодно, кто не видел, полюбуется, как работает сетевая визуализация в коронаренда. Ну-ка? Ага, все, отлично. Стартует. Еще немножечко. Маши нецелепленные. Маши нецелепленные. Маши нецелепленные. Маши нецелепленные. Да. Продолжение следует... Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Так, ну вот, вроде все чудесно. Продолжение следует... Вот теперь замечательно. Итак, о чем же будет наш сегодняшний разговор? Существовала давно уже такая технология, как визуализация изображений в режиме 360 градусов, или так называемых панорам. Идея в том, что визуализируется не обычная картинка, как мы привыкли получать на рендере, а картинка, которая представляет из себя шар, развернутый из центральной точки. Можно себе представить, как будто здесь находятся наши глаза в центре. И вот мы с вами смотрим на поверхность этого шара, видим какую-то его часть. Ну а поскольку визуализирован весь шаг, весь как бы интерьер, любое пространство вокруг некой камеры установлены на 360 градусов, мы можем, естественно, используя тот или иной плеер, смотреть по сторонам, разглядывая детали. Но это все было не так интересно до момента, пока не появились так называемые VR-очки для современных смартфонов. VR-очки – очень простое изобретение. Вот у меня сейчас есть одни с собой, которые мы с вами сможем в классе использовать в производстве французской компании «Хамиды». Ну, понятно, со мной все в Китае сделано. Стоимость таких очков – полторы тысячи рублей хороших, самых лучших – три тысячи рублей. То есть устройство, мягко скажем, недорогое. В него ставится любой телефон. Ну, почти любой, лишь бы был так называемый датчик наклона и поворота. Его по-разному называют, гироскоп – обычное название. Благодаря этому датчику телефон чувствует, как его крутят в пространстве и может получать информацию о том, как вы вращаете головой. И вот, одев такие очки на голову, вы получаете возможность действительно находиться внутри некого VR, то есть виртуальной реальности. Ну и, соответственно, сразу стала возможность создавать очень интересный контент для этих VR-очков, в том числе и в 3D Max. Но тут надо заметить, что для того, чтобы вы получили интересную картинку по VR… Сейчас, одну секундочку. У меня вот вебинаристы говорят, что звука нет. Как так? Друзья мои, есть у вас звук или нет? Есть. Ну все, будем считать, что звук есть. Если у кого-то нет звука, значит, это не у меня эта проблема. Так вот, сбился немножко смысл, извините. Идея в том, что для VR-очков нужно два изображения. То есть, друзья мои, вот так вот выглядит, если развернуть в плоскость. Изображение сферы. Оно всегда будет иметь соотношение два к одному. И на нем вот какая-то там панорама пространства. Вот, например, так любимые визуализаторами HDR-изображения, которые применяются для создания света, допустим. Это и есть самый такой хороший пример обычного стерео… О, не стерео, а сферического изображения. Вот, допустим, если мы с вами возьмем какую-нибудь, как их называют, HDR-ку сферическую. Вот их очень часто применяют для того, чтобы создавать свет в 3D-визуализациях. И да, это сферическое полноценное изображение. Выглядит оно вот так. Вот оно разворачивает пространство на 30-60 градусов. Во все стороны. Но этого недостаточно для того, чтобы смотреть на него в стереоочках. Вернее, достаточно. Но функционал будет ограничен. Не будет эффекта присутствия, как в 3D-кинофильм. Я думаю, все видели в кинотеатре 3D-кинофильм. И там вот очень убедительный эффект того, что на переднем плане есть какие-то предметы, они уходят на задний план от вас. Вот чтобы получить такую картинку, визуализировать придется не изображение 1-2, а изображение квадратное. Один к одному. Но оно будет разбито на две части. И эти части будут почти одинаковые. Дело в том, что верхняя часть будет для левого глаза, а правая часть для нижнего глаза. И вот для просмотра таких изображений нам и нужны VR-очки. Потому что телефон выдает две картинки синхронных. И вот остается теперь только поинтересоваться, как же нам, используя корону, визуализировать такое прикольное изображение. И будет еще одна беда. Как загрузить его в VR-очки? Потому что, надо сказать, до сих пор, к сожалению, какой-то одной простой кнопки нету. Я вам покажу решение, которое вам будет легко использовать. И вы сможете при желании сами создать VR-визуализацию. Ну и приобретя очки. Начинает 500 рублей за самое дешевое, полторы тысячи за очень хорошее. Я потом вам посоветую модель. Сможете сами попробовать свои силы. А вот смотрите, сейчас у меня есть интерьер. Если мы с вами попробуем его отгендерить. Давайте только я попытаюсь, не факт, что получится, а не менее сказать короне, чтобы корона сделала серчлан. То есть порылась в сети. Нет и там еще компов. О, есть еще компы. Замечательно. Какая молодец. И вот теперь я нажму рендеринг. Пока что это обычная сцена, не подготовленная под VR. Просто картинка. Ну стоит там съемочная камера, готова визуализировать. Сейчас, конечно, подумают. Потому что первый раз долго будет запускаться, ибо системе нужно переслать кучу данных на сколько там, шесть-семь компьютеров он нашел. Вот сейчас на каждый компьютер поступают данные. Как вы знаете, система рендеринга корона сверхпопулярна для визуализации интерьеров. Но у нее есть одна проблема общеизвестная. Она, мягко скажем, не самая быстрая система. Тот же самый V-Ray, особенно в режиме видеокарты, быстрее ее радикально. Но, тем не менее, куда она денется, через сеть все посчитается очень быстро. Вот мы сейчас видим визуализацию одной самой обычной картинки. Давайте я покажу свет. Что вам было лучше? Вот уже один, так называемый, пас посчитался. Можно открыть закладочку DR, дистрибьюти-френдеринг, и посмотреть, чем заняты компьютеры в сети. Но, как видите, они все заняты доу-лоу-динга-эссетс, то есть загрузкой текстур. Сейчас они все пытаются с моего компа из сети передрать себе текстура необходимая для того, чтобы их использовать. Забегая вперед, скажу, что визуализация хорошего VR-разображения на моем компе, на самом слове, отняла на одном машине, если считать, около 16 часов. На дохлом компе это было бы несколько суток. Все это связано с тем, что VR-картинка, ну, вот как я ее вижу, в хорошем качестве, это где-то 6 на 6 тысяч точек. 6 тысяч точек? Да, 6 тысяч точек на 6 тысяч точек. Поэтому получается время рендера естественного выборчника. А она может быть и хуже, но тогда вы будете видеть ее мутно. Это будет не тот эффект присутствия, как когда ты видишь очень четкую картинку и просто офигеваешь от резкости деталей, от того, как на передний план вылезают какие-то предметы. Но вот наши вебинаристы, к сожалению, сейчас удаленно не смогут моими очками попользоваться. Тем не менее, я для вас, дорогие друзья, скину финальную картинку. Если вы захотите, вы сможете ее скачать, приобрести себе очки там или попросить их у кого-нибудь и попробовать своими силами полюбоваться. Ну, короче, пока ничего интересного. Вот картиночка пошла. Сейчас, кстати говоря, вот компы в сети очухаются и начнут ее рендериться на страшную скорость. Пока у меня мой компьютер только старается. Вот он 10 пасов насчитал. Видите, там сетевые компы все уже перешли в статус. Рендеринг. И они готовы помогать. И сейчас пасы начнут отсчитываться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, шесть раз быстрее, короче. Вот у меня внезапно от 18 пасов стало 44 пасов. Ну, потому что компы уже там по пять, по шесть пасов прислали через сеть. И вот у меня уже 45 пасов. Ну, так, 50 пасов. Ну, естественно. Корона – это вообще замечательная тема с твоей визуализацией. Собственно, она спасается от страшной силы. Эй, там 46 пасов. 47 пасов. А много чипов – 53 пасов внезапно. Сейчас компы пришлют по одному пасику и полночет. Ну, как бы там ни было, я, конечно, не буду ждать, пока он там будет присылать по чуть-чуть. Мне так не нравится, что он не подгрузил мне так называемый лют. Я хочу подгрузить сам его. А, ладно, фиг с ним. Пускай цвет будет такой. О, внезапно стало 77 пасов. Только что был 48, теперь 77. Компы, ну что называется, прислали через сеть. Ладно, короче, стоп. Иными словами, мы поняли, что она рендерится, а рендерится нормально. Как минимум, неплохо. Вот она даже с дзеной сделала, все хорошо. Но это обычная картинка. Как из нее сделать VR? Нам нужно установить съемочную камеру. Учтите, друзья. Мы с вами сможем обалденно почувствовать себя в этом интерьере, но мы не сможем по нему ходить. То есть мы сможем только стоять на месте в дальнейшем. Это означает, что вот сейчас мы выбираем, где мы будем стоять. Ну вот у меня тут есть лестница какая. Думаю, где-то вот здесь надо точку ставить. Или вот прямо напротив лестницы вот тут. Создаем камеру. Что важно. Для того, чтобы легко сделать VR, вам потребуется корона версии 1.7. Потому что у нее появилась корона кам, короновская камера. Короновская камера хороша тем, что у нее есть буквально одной галочке, включаемой VR-визуализацией. С VR4 то же самое. Там тоже легко включается. Но VR3.6 и корона 1.6. Там такого нет. Ну, вернее, есть, но включается чуть сложнее. Не буду говорить, что это прямо мега сложно. На самом деле в любой системе рендера это можно сделать. Даже если я сама не хочет это сделать. Потом просто фотошоп склеить, как-то не хочет. Как бы там ни было, я нажимаю корона кам и в нужной мне точке, ну, давайте вот тут, например, поставлю эту самую камеру. Вот так вот. Направлю ее, допустим, вот туда. Куда она направлена, никакого значения не имеет. И сразу отключу у нее прицел. Это чтобы не перекосить ее случайно. Да, она мне не нужна. Так, переходим на нее. Вот что она сейчас видит. Потому что на полу лежит, естественно. Поднимаем повыше. Ну, вот пускай вот так стоит. Повторюсь, мы с вами можем ее подвигать левее-правее. Для того, чтобы определить начальную позицию. Вот можно, конечно, так поставить, чтобы она больше видела эту кухню. Тогда, поворащав ее, примерно понятно становится, что она будет видеть. Вот город за окнами она будет видеть. Вот эту зону здесь. Ну, в принципе, неплохая точка, кстати. Можно так и оставить. Можно сделать несколько точек. И в очках есть кнопочка, и она позволит переключаться между ними. То есть нажимаешь кнопочку, и эти очки вываливают все виды, какие ты на тканере. Вот ты можешь прям глазами наводиться. Но нужно нажимать кнопку и переключаться. Поэтому, ну, если есть возможность, можно несколько точек взять. Ну, я возьму вот эту. Она мне, в принципе, нравится. Или вот еще вариант можно подвинуть. Не знаю, кстати, точки лестницы будет видна. Ну, в принципе, будет. Худо-бедно. Ладно, короче. Так я не могу решить, это мне больше нравится. Все, короче, будет такая точка. Что дальше? У самой съемочной камеры, дорогие друзья, как я и обещал, все будет очень легко. Смотрите. Есть такой диалог, он так и называется проекция и виртуальная реальность. Вы в этом диалоге включаете тип сферический, то есть сферическая проекция, и активируете галку «Виртуальная реальность включена». Вот всего две функции. Также очень важно выставить расстояние между глаз зрителя. Ну, 6,3 см – отличное расстояние. Это правильное расстояние, межзрачковое. Но другое дело, что если вы сцену как-то там неудачно масштабировали, и у вас единицы наелись, и не соответствуют действительности, значит, примерно, какие-то, сколько там важных этих условий, единиц, должно быть у человека между глазами физически. И столько и поставьте. Что еще нам нужно сделать? Нам нужно перейти в настройки визуализации и поменять размер изображения. Подойдет любой размер в соотношении один к одному. То есть, например, 1000 на 1000. Упс, замочек, я зачем включил? Но 1000 на 1000 – это, конечно, не айс. По той причине, что очень маленькая будет картинка. Смотрите, при обзоре примерно 120 градусов, ну, это максимум 102 точки, это означает, вы будете видеть одну треть картинки одновременно. Это означает, картинка, которую вы будете видеть фактически глазами, составит 1000 разделить на 3. То есть, фактически видимая картинка будет 330 точек по ширине. Это очень мало. Если у нас, допустим, у телефона разрешение, условно говоря, 2000 точек у хорошего, это означает, чтобы видеть все 2000 точек, картинка должна быть 2000 умножить на 3, то есть 6000 точек. Вот откуда мой расчет на счет 6000. Мы сейчас поставим 3000 точек, это означает, вот именно 1000 – это и будет фактически видимая картинка. Ну, то есть, в два раза меньше, чем следовало бы. Но уже, кстати, не плотно. То есть, 3000 – это вот такая нижняя граница, на которую это непозорно смотрится. Дальше лучше. Выше 6000 – опять нет смысла, потому что у телефона разрешения камня не хватит, чтобы передать. Итак, 3 на 3000. Ну, я бы, конечно, так не отважился сделать, не будь у меня в сети еще 6 машин. Да и так-то на самом деле не особо. Но, тем не менее, я нажимаю аренду. Было бы идеально, если бы у меня была сейчас возможность, друзья мои, сказать, давайте подождем часик и потом снова соберемся и посмотрим, что дальше делать. Так и возможностей у меня нет. Ну, пускай считает, сколько успеет. Картинка будет мало зернистая по понятной причине. Но, тем не менее, она будет у нас. Давайте посмотрим, что там компы в сети. Вот они потихоньку подгружают сцену. Видно, как у них постепенно заполняется память оперативная. Видите, он для каждого компа пишет, сколько памяти израсходного, сколько осталось. Очень удобно, кстати. У Герея вот такой менюшки нет, настраивает. И, кстати, Герея, если вы сейчас видите за один из таких компов, у вас на экране такая табличка сейчас, кармановская. И там, тут, пожалуйста, не закройте мне ее. И там видно, какую задачу ваш комп выполняет, с какого компа прилетело задание, сколько памяти израсходовано, какая версия Макси запущена. У корона действительно очень информативный диалог сетевой визуализации, как на стороне сервера, так и на стороне управляющей машины. Вот ваши компы сейчас называются серверами. И вот видно, что они все уже загрузили себе пресс-сеты, ну, то есть, как бы все данные. И у них уже идет рендеринг. Ну, ладно, тем временем. Рендеринг – это хорошо, пускай он все идет. Но нам нужно будет как-то эту несчастную картинку загнать на телефон. И здесь, друзья мои, вариант следующий. Есть один вариант очень хороший, я его сейчас покажу. Но он платный. Вернее, как? Он бесплатный первые 45 дней. Потом становится платным. Те картинки, которые вы уже успеете загнать, они не пропадут. Вы просто потеряете возможность новой загружаться. То есть, работать все будет. Поэтому, если вы возьмете в свой портфолио, отрендерите в формате 360, загоните в это мобильное приложение, за 45 дней как-нибудь успеете, то дальше вы их сможете просматривать сколько хотите. То есть, как бы, карета в тыкву не превращается. Но новые загружать нельзя. С другой стороны, эта система, а я говорю о… Я, надо сказать, пересмотрел очень много таких сервисов. И вот это, действительно, на мой взгляд, пока лучше, если, вот видите, пользоваться очками. Он называется Iris VR. Iris VR. Чем этот сервис хороший? У него есть приложение и для Apple, и для Android. Но, возможно. Надо сказать, друзья мои, что есть много подобных сервисов. Но этот очень хорошо именно со серии 360 работает. Есть несколько сервисов почти бесплатных, подобных. И есть несколько приложений совсем бесплатных. Но они по качеству проецирования уступают. То есть, здесь вот само ядро, оно очень хорошо сделано. Оно основано на ядре Google Cardboard. Я имею в виду мобильных приложений. И очень здорово работает. Надо сказать, что на iPhone, к сожалению, вот эти приложения для 360 градусов VR панорам, их меньше, чем на Android устройствах. Потому что компания, которая изначально все это, ну скажешь так, придумала, это компания Google. Она выпустила очки Google Cardboard и под них приложения. И все остальные очки так или иначе повторяют судьбу Google Cardboard. И на Android много бесплатных приложений, которые позволяют VR просматривать. На Apple их куда меньше. И сделаны они, я бы сказал, заметно. Не в ту сторону отличаются, в которую хотелось бы. Тем не менее, универсальное приложение, работающее на всех платформах. У меня к визуализатору интересно, что я могу сделать для заказчика VR-картинку. И мне плевать, что там за телефоном было. А на любом случае не откроется. Потому что я ему скажу, дорогой друг, загрузи вот приложение такое и введи туда логин, пароль. Вот такие. И у тебя сразу все картинки загрузятся. Более того, этот самый Iris VR, да, он сильно платный, друзья мои. Аж целых 45 долларов в месяц хочет. О, я уже говорил, 45 дней бесплатных. Более того, загрузка на телефон происходит автоматически. То есть, если ты на сайте загрузил картинку, то она на телефоне сразу появляется. И вот количество манипуляций минимальное. Короче, как все это работает. Мы жмем логин. Ну и дальше, если у вас нет аккаунта, значит, соответственно, sign in. Full name, email, password. Что интересно, он не производит аутентификацию почтового ящика. Говоря по-русски, может любой почтный бить. Даже несуществующий. Конечно, вас не призывают, поэтому ни в коем случае не цели. В общем, здесь нет никакой защиты от того, что вы, скажем, повторно зарегистрировали. Сдыхать сто раз. То есть, система ничем не ограничена, а скончили 45 дней, но другие данные были. Поэтому, вы сами поймете, что, короче говоря, вот в том, что услуга платная, в этом нет никакой проблемы, не хотите платить деньги, не платите. Все будет работать лучше, и бесплатно. Но очень качественно, в отличие от других систем, которые как бы бесплатны. Ну, я себе сделал, потом уже второе у меня учетное запись, теперь уже кончился срок. Надеюсь, одни сильно обидится. Ладно. Причем, я бы раз ввел в реальные почтовые ящики, но потом оказалось, что это было лишнее. Должен было написать чем-то, типа, 1-1-1, Яндекс.Ру, и это бы прекратило. Но, тем не менее, вот так вот выглядит вход в мою учетную запись. Вот, как видите, я нажимаю по своей учетке и говорю «Scope Library». Ну, надо сказать, что первый раз еще будет кнопка «Начать триал». Ты нажимаешь кнопку «Начать триал», и типа все, вот, 45 дней пошли отсчитываться. Я захожу в «Scope Library», и давайте посмотрим. У меня здесь уже есть мои визуализации в режиме 360. Вот они. И я могу их, в принципе, просматривать, я их могу просматривать даже без очков. То есть, если я щелкну по какой-то из визуализаций, она откроется в браузере, вот таком. И, пожалуйста, я могу вот так вот мышкой ее просматривать. Вверх, вниз. Ну, это, конечно, не то. То есть, да, это скорее хорошо для ознакомления такого типа. Просто так там что получилось, не получилось. Это не так, кстати. Здесь же можно выбрать так называемый «Tumbinail», то есть, картиночку, которая будет видна в качестве превьюшечки. Вот кнопочка называется «Editumbinail». Но, правда, честно предупреждать, что на мобильном устройстве она уже не обновится. То есть, если на телефон загрузил, вот, скажем, с таким превьюм, то, если потом поменял ее, она на мобильнике не обновится. Поэтому лучше, конечно, после загрузки сразу же обновить. И только потом заливать на телефон. Что там у нас творится в короне? Ну, вот, смотрите, он 16 пасов так считал. Ну, конечно, как видите, каждый комп в сети скинулся по 2 паса. Итого получилось 14. Ну, еще мой отчитал 2, итого 16. Мы можем с вами еще капельку подождать. Пока я хочу заметить, что для вот этого Iris VR есть мобильное приложение. То есть, если вы зайдете на App Store, если у вас iPhone, или на Google Market, то вы сможете понаписать Iris VR, вот так вот, и вы сразу найдете их мобильное приложение. И для iPhone, и для смартфонов других мобильных. Единственное, что люди не сразу осознают, если у вашего телефона нет гироскопа, то приложение будет отсутствовать в списке доступных. То есть, люди не могут его найти, и очень удивляются, как так сказали, есть, а его нет. Оно есть, просто не отображается среди доступных, по той причине, что гироскоп не обнаружен в телефоне. Соответственно, приложение считает, что бесполезно будет без смартфонов. Поэтому оно и не дает возможность смело видеться. Вот, уважаемые вебинаристы, вы можете это приложение установить спокойно совершенно, и это не проблема, вы сможете посмотреть картинку в нем, но без очков она будет видна, понятно, весьма и весьма условно. Сейчас мы полюбуемся с вами, сколько там, я уже 17 пассов. Ну и вот, пока эти пассы идут, я у себя на телефоне открою это приложение, чтобы показать вам, уважаемые друзья, как выглядят просмотры. Для вебинаристов, может быть, я сейчас включу вебку, чтобы вы могли тоже посмотреть уже непосредственно с экрана телефона. О, взгляните, друзья. Вот так вот приложение ведет криптовалют. Видите, это две криптовалюты, с параллель, которые обновляются синхронно, когда их повокачиваются вебку. Все самое, оно не транслирует очень. Сейчас я постараюсь для наших вебинаристов включить вебочку, это обычное дело, но сейчас, возможно, это очень даже пригодится. Я вот нажимаю шею мобоком. Вебочка. Ну, давай, включайся. И хочешь вебочку включать сюда? Ну, давай, ладно. Ты же светишься. Что-то с вебочкой мягче. Друзья, вебинаре видала моя вебочка, нет? Мне вот, например, не видно. Ну, ладно. Бог его знает, что у меня тут сверка. Что-то показывать я не хочу. Хотя вроде вчера работал. Да, но у меня тоже был черный экран, с сожалению. Сейчас попробую еще раз. Вчера я вебку проверял, вроде работала. Сейчас что-то вот. Так вот секунду. Ну и судьба, значит. Ну, соглашусь с вами. Ладно, ничего такого особо важного там я все равно показывать не хотел. Но на телефончик включенного приложения я, верно, еще успеете подбаваться. В общем, давайте я в кармане. Вот, отсчитал 28 пасов. 24 паса, извините. Нажму кнопочку стоп. Сейчас досчитывается. Да, даму шанс досчитать пасы. 25. Все, короче, стоп. Пошел сбор оставшихся данных с сетевых компов. Шумновато, конечно, картинка будет зернистая. Но, друзья мои, иначе пришлось бы слишком долго ждать. Ну, пока он там все это собирает, и будет динозис сейчас еще какое-то время, Я хочу вам сказать пару слов о VR-очках. Если вы хотите поинтересоваться, как это работает, хотите попробовать сами отрендерить свои интерьеры, какие-то проекты в VR. Самые дешевые очки, которые не потребуют вложений существенных, но при этом будут очень хорошо работать. Это вот, друзья мои, с чего все начиналось. Они называются Google Cardboard. Есть уже вторая версия. Выглядят они без затей. Вот так. Работают отлично. Эффект присутствия замечательный. Ну, из минусов, конечно, нет модных подтяжек, на которых они могли бы висеть у вас на голове. Придется держать их рукой. Хотя вариант с ремешками тоже является. Вообще в очках самое главное – это линзы вот эти. И Google Cardboard стоит копейки. Где-то фактически там цена подзывала рублей 100. Ну, за них хотят рублей где-то 500 на рынке. Жадные продавцы. Тем не менее. Вот. А очки я очень много перепробовал, потому что эта тема сейчас серьезно заморачивалась. И заказчик, которому это нужно, оказалось. Вот очень хорошие очки. Называются Bobo VR. Bobo VR – это китайский производитель. Стоят они полторы тысячи рублей. И, по моим ощущениям, это практически лучшие очки из тех, что я видел. Но вот у меня очки чуть другие, которыми я пользуюсь сам. Вот эти вот очки у Bobo VR есть с наушниками, есть без наушников. То есть, если там нужны без наушников, вот такие. Вот при цене полторы тысячи у них очень хорошая часть, которая прилегает к лицу. Очень хорошие ремешки. И у всех очков есть регулировка фокуса, чтобы вы могли построить под свое зрение. И вот у моих очков, хотя у меня очки дорогие, Amido версия 2, у них эта регулировка очень чувствительная, но крутить ее нужно долго, чтобы подстроить. А у этих один поворот колесика – это вся регулировка полностью. То есть, для заказчика, который берет и хочет быстро подстроить, это удобнее. Поэтому вот полторы тысячи рублей за эти очки, я считаю, крайне толковым вложением средств. Поэтому, если вам будет интересно приобрести что-то такое, вот обратите внимание на эту марку с довольно забавным названием. На самом деле, очень хорошо оправдывающие вложения. Их есть несколько вариантов, уже говорил, отличаются тем, что, ну, там есть разные поколения. Есть вот вариант с наушниками, которые нам не нужны, нечего это, о чем мы занимаемся. В основном, понятно, наушники нужны для просмотра фильмов. А так, у этих очков 120 градусов угол обзора. Это очень-очень большая игра. Вот, позволяет действительно широкую панорамму видеть. Ну, у меня тоже 120 градусов очки, которые вот здесь, ну, конечно. Так, ну что, досчиталось. Вот это правильная картинка. Их две. И более того, с первого взгляда они могут показаться одинаковыми. То есть, вот это изображение может вполне показаться, ну, практически то же самое, что и вот это. Но они разные. Они смещены друг от друга на 6 сантиметров. Ну, там, 6 с копейками. И это разница между левым и правым глазом. То есть, одна и та же деталька, она видна немножко под разными углами. Это и позволяет получить эффект офигенного присутствия. И вот сейчас я эту картинку сохраняю. У меня уже одна была, вот и вторую. Дорогие друзья, на вебинаре, если вам хочется такую же картинку, ну, для собственных бесчеловечных опытов, вы, конечно, можете отрендерить свою собственную. Но я вам могу скопировать вот эту. Сейчас, секунду. Один момент. Один момент. Что-то странно себя ведет. Так, все, забрался. Так, все, забрался. Дорогие юбиналисты скинуть ссылочку в чат на это изображение. Вот, наконец, нашел. Яндекс.Диск опять поменялся дизайн. Не сказать, что очень удобный стал. Так, все. Сейчас в чатик, друзья мои, закину вам ссылку. Если, если будет желание, сможете оттуда как раз полюбопытствовать. Держите, вот вам ссылку. Сейчас. Получили? Получили? Чатик. Ну, замечательно. Так, а я тем временем сохранил. Я тем временем открываю тот самый наш браузер, в котором открыта страничка Iris VR. Вот он. Тоже запутался в окошках. И нажимаю добавить. Давайте удалю, чтобы не было тихо. Нажимаю добавить. Добавляю новый рендер. Вот он загрузился у нас. Ну, почти. Можно заодно переименовать его здесь. Именно под таким именем его заказчик будет видеть. Ну, ладно, еще у него голоди пошло. Сейчас он загрузится, потом обработается. И, как я уже говорил, на телефоне вся эта библиотека обновляется тематически. То есть на телефоне вы вводите логин, пароль, тот же, что есть здесь, и получаете все это сразу. Вот можно подредактировать иконочку, которая будет видна при открытии. Допустим, вот так. Все, сейф. Ну вот, теперь я беру свой телефон. Открываю в нем приложение, сколп. Оно обновляет библиотеку. Ну и мне остается только нажать кнопочку, таплю download, оно скачивается. Вот тут, конечно, уважаемые вебинаристы, я извиняюсь, что не могу вам показать на моем телефоне, на моих очках. Вот это было бы, сами понимаете, через интернет в режиме удаленного доступа невозможным. Поэтому надеюсь, да, увы, к сожалению, Юлия, если у вас будет возможность с очками, вы, я уверен, обязательно попробуете. Ну, для тех, кто не поленился прийти в класс, я сейчас обязательно дам свои очки. Друзья мои, их можно вот так или одеть на голову, или их можно просто приложить. И дальше, одев их, вы можете повертеть головой в разные стороны. Я вам могу посоветовать, когда одеваете сильно, головой не вертите, старайтесь фокусировать взгляд на одной точке какой-то. На верху очков, вот здесь есть колесик, оно позволяет нанести резкость. И, соответственно, покрутив его, вы сможете подобрать ту резкость, которая удобна будет вам для ваших изменений. Ну, вот давайте у вас, поскольку я сдал, ну и сейчас, поскольку у нас есть довольно много времени, вы сможете помослаждаться этой картинкой, я сходить, а мы потом включаем другие, чтобы вы посмотрели, как все это замечательно работает. А, попробуйте прокрутить колесик. Ну, когда вот вы двигаете голову, да, то есть, смотрите, проводите очки, когда вы стоите ровно, вот некуда у тебя головой, как вы не искали, а она крутится в очень большой такой позор, как вы думаете. И вот, дождавшись четкости, когда вы смотрите ровно, невыщая голову, вы уже можете головой прокрутить сразу. Ну, старайтесь крутить не очень быстро, но будет получаться намного лучше. Ну, а вот на этом все, уважаемые друзья. Как видите, ничего сложного, ну и слава богу, что ничего сложного. Как раз это отличное, я бы сказал, такое конкурентное преимущество, если вы работаете с частными заказчиками, вы сможете визуализировать свои работы в VR-режиме, это не потребует у вас абсолютно никаких усилий, ну, только время машины, что компьютеры потратят на прощадку. Приобрести очки там тысячи за полторы и удивить заказчиков такой вот уникальной фишкой, как присутствует в своем интерьере до его построения. Считаю, очень интересные затеи. На сегодня все. Большое спасибо вам за внимание. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в чатик, поболтаем.